Меня признали виновной в убийстве. Вот уже 15 лет я нахожусь в заключении. Совершено преступление, кого-то надо наказать. А виновен или нет, дело десятое. Вы не надеетесь обрести свободу? Надежды я берегу для более насущных забот. Например, что завтра обед будет сытнее, чем сегодня. Основано на реальных событиях. Я врач. Я исцеляю разум. Меня не волнует, виновны вы на самом деле или нет. Я лишь хочу знать, что именно вы помните. Некоторые события стерлись полностью. Надеюсь, рано или поздно мы вернем вам память. Не уверена, что я этого хочу. Я закрываю глаза. И вижу каждую мелочь в том доме. Я трудилась от рассвета до заката. Хозяйка вечно раздавала приказы. Пора мыть полы. Шалава пустоголовая. Страшно представить. В том доме столько людей было, а через полгода в живых осталась только я. Сериал от Netflix. Что можете сказать о ее вменяемости? Возможно, у нее действительно амнезия. Или... Она просто виновна. Здесь тебя окружает опасность. Грейс говорит, что слышит голоса покойников. Впусти меня. Впусти меня. По мотивам романа Маргарет Эдвуд. Они думали, вы найдете ответы. Вы жаждете познать меня, доктор? Режиссер Мэри Хэрон. Познать все мои страшные тайны. Познать, погрузившись на самое дно. Вы хотите знать то, чего не знаю я? Убийца ли я? Она же Грейс. Многие в комментариях спрашивают, где посмотреть тот или иной фильм. И я это делаю в онлайн-кинотеатрах. Одна из моих любимых площадок — Netflix. Но покупать подписку напрямую у них дорого. Поэтому я взял аккаунт на Gigi Sound. Смотрите, я выбираю аккаунт за 89 рублей. У этого продавца больше 5000 продаж и 400 положительных отзывов. Значит, он надежный. Оплачиваю его и получаю аккаунт на 30 дней за сущие копейки. Эта же подписка напрямую стоит 999 рублей. А я взял в 10 раз дешевле. Помимо аккаунтов Netflix, на площадке есть другие позиции, такие как Xbox, Steam, VPN, Origin, Minecraft, Uplay, World of Tanks, CSGO и даже ключи Windows. Вот смотри, лицензионный ключ за 249 рублей. Это самый настоящий ключ. Никакого подвоха. Gigi Cell — это торговая площадка, на которой продавцы выставляют свои товары, а пользователь может безопасно их купить. Безопасность для пользователя заключается в том, что деньги, отправленные пользователем, не идут напрямую в карман продавцу. Это как Алиэкспресс, только с цифровыми товарами. Переходи по ссылке из описания и начинай экономить вместе с Gigi Cell. Давайте поговорим о будущем. Синтетическая биология делает из созданий создателей. Это не только будущее медицины, но и всего человечества. Вы изучаете медицину в лучшем универе Германии. Привет, я Мия. Ты в кообудешь? Не пью перед завтраком. Завтраком? Блин, мне пора поспать. Сериал производства Netflix. Ну, добро пожаловать. Это что? Биосинтезатор. Привет, как жизнь? Нормально. Когда соседка не выносит мне мозг. У меня своя лаборатория. А почему он светится? В нем есть флуоресцентный ген. Ты занимаешься биологией с Лоренц, чтобы добиться тех же результатов. Да. И загадочная, не меньше, чем ты. Добро пожаловать. Мы за это в ответе. За создание мира и его будущее. А чем вы еще тут занимаетесь? Тем, чем не займешься в университете. Что ей известно о нашей работе? Ничего. У тебя свои секреты. Итак, профессор Лоренц. Дальновидная и перспективная. Я ее уничтожу. Узнай. Что ты можешь... На что ты готова? Сделать. Кто такая? Вы сами создаете завтрашний день. БИОХАКЕРЫ Тот 1994 год? Расскажите, как все было. Я был помощником в летнем лагере. Случилась трагедия. Четыре человека ушли в лес и не вернулись. Два тела вскоре нашли. Дети! Два других, включая тело и моей сестры, так и не обнаружили. ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ НЕТФЛИКС В лесу, где пропала моя сестра, нашли человеческие кости. Думаешь, это она? По бестселлеру Харлина Кобина. Но моя сестра не погибла в лесу. Убийство жены. Камила жива. Я чувствую. Далеко ли зашли бы вы? Я найду ее. Чтобы скрыть тайны и узнать правду. У всех есть тайны. Я хочу знать, что случилось в лесу. В густом лесу. В декабре 2009 года мир технологий внезапно сошел с ума. Бум! Свет погас, пришла тьма и наступило Средневековье. Теперь племена правят континентом Европа. Ради власти они всех утопят в крови. Этот мир не такой, как наш. Мы думали, что сможем жить в мире вечно. Мы будем вместе, несмотря ни на что. Но мы ошибались. Что это такое? Он не должен попасть в руки плохих людей. Куб сам шел тебе прямо в руки. А ты его не взяла? Оставайтесь и ищите. Остальные за нами. Куда ты их увела? Куда? Ты их больше не увидишь. Никогда. Моя семья где-то там. Садись, если жизнь дорога. Отсюда есть выход. Ты моя собственность, Киану. Моя новая игрушка. Я хочу свободы. Ее дает только смерть. Я пойду на все, чтобы вернуть родных. Даже ценой своей жизни в Европу едет беда. Но мы ее остановим. Да. Иногда нужно возмутительное деяние. Чтобы вернуть историю на верный путь. Нет! Племена Европы Знаешь, что значит переродиться с восьмым чувством? С чем? Восемь городов. Ты ее видел. И это только начало. Я тебя чувствую. Но тебя здесь нет. Правда? Ты перестал быть собой. Восемь незнакомцев. У тебя начнутся необычные ощущения. Злость, радость, боль. Удовольствие. Без всякой причины. Одна связь. Таких, как ты, еще семеро. Вы разделяете знания. Язык. Навыки. Сериал от Нетфликс. Помоги мне. От создателей трилогии «Матрица». На вас идет охота. Времени нет. Надо бежать. Я схожу с ума. Нет. Расширяешь границы. Восьмое чувство. Смотрите все серии 5 июня. Скажите, вы считаете себя патриотом? Я люблю эту страну всей душой. Добро пожаловать в Сирию. Если ваша страна попросит вас лгать друзьям, родным, жене, вы согласитесь? Я буду закупщиком Министерства обороны. Если страна попросит вас рискнуть жизнью, вы согласитесь? Для меня это шанс обеспечить такую жизнь, как я тебе обещал, Надя. Мое имя. Мое имя – Камель Амин Табет. Шейх – это ваш единственный шанс. Присоединяйтесь. Вы очень славно устроились здесь, в Дамаске. Стоит тебе появиться, все тут же устремляются к тебе. Входите. Хорошо. Можешь доверить мне даже свою жизнь. Надеюсь, что это взаимно. У всех есть тайны. Это не игра, Камель. Ты – это он или покойник? Надя, я беспокоюсь за тебя. Сколько вы не видели с Элли? Одиннадцать месяцев. Не уезжай. Я не хочу возвращаться. Вы помогаете спасать людей, Элли. Помните это? Когда я впервые стал Камелем, это было игрой. Ты бормочешь, когда спишь. Иногда выкрикиваешь имена. А теперь даже те кошмары, о которых она говорила. Эти сны не мои, а Камель. Давайте поговорим честно и открыто о том, чем занимается мой муж. Переодевания больше не помогают. Я не могу от него освободиться. Камель нереален. Та жизнь нереальна. Вы Элли Коэн и должны помнить об этом. Уже слишком поздно. Мой муж умер в прошлом году. Я перевезла детей в дом, где он вырос. У детей все хорошо. Я не могу двигаться вперед. Я кое-что не понимаю. Ты бы мне сказал, да? Если бы что-то было не так. Мы нашли всего несколько ключей. Но ведь есть многое, чего мы не знаем. Но мы точно знаем, что Тодж больше нет. Зачем превращаться в Гейба? Потому что никто ни в чем не заподозрит занудливого парня, который влюблен в Кинси. Тебе это ясно? Хорошо. Есть большой потенциал для перерождения и управления. Пора закончить то, что я начал. Каким образом? Готовы? Ключ может делать зло или величайшее добро. Ты создатель, и ты решаешь. Дело за нами. Надо все это закончить. Убей. Дайвер! Нет! Какого черта? Время вышло. Оригинальный сериал Netflix. Добрый вечер. Я лечу в Москву на операцию. Что ж, это правильный самолет. Добрый вечер. Проваливайте! С дороги! Что происходит? Эй! Эй! Не отстоять! Открой дверь! В чем дело? Живо взлетайте. Я спасаю ваши жизни, если мы не выберемся. На рассвете все умрем. А это правда? Что происходит? Жители Брюсселия в опасности? Успокойтесь. Мы во всем разберемся. Мы должны улететь как можно дальше, на запад. Боже, помоги нам. Следующий аэропорт Инвернес. До рассвета два часа. Не теряйте ни секунды. В самый темный час. То, что делает нас людьми. Они упали там же, где стояли. Выйдет на свет. Если мы будем действовать одной командой... Вы мне надоели. Я еще даже не начинала. Мы должны доверять друг другу. Хватит лгать. Как долго это может продолжаться? Когда кончится топливо, мы умрем. Сломается двигатель, мы умрем. Куда мы летим? В ночь. В ночь. Уровень осадков на историческом минимуме. Количество воды в мире в ближайшие 10 лет сократится на 40%. Я пришел к вам сегодня, потому что нам нужен астробиолог для участия в важной миссии. Станция Бухай. Когда вы садитесь на Луне, ваша задача взять одну важную пробу и вернуться на Землю. Идем на станцию Бухай. Спасатели прибудут не сразу. Приказали, делаем. Так что думаем о задании. Надо тщательно осмотреть станцию. Там что-то есть. Что же тут произошло? Капитан, спереди приближается биосигнал. Он прямо перед нами. Что это? Тут слишком много странностей. А если правительственный отчет ложь? Вы ведь хотите, чтобы миссия удалась? Мы очень многого не знаем. Надо уходить отсюда. Наденьте защитные костюмы и ждите. Передайте сос. Связи нет. Щипать себя и говорить, что я не сплю. Смотреть на руки. Считать пальцы. Спокойствие. Хорошего дня. Люблю тебя. И я тебя. Я Луиза. Твоя секретарша. Очень приятно. Я недавно сюда переехал. Дэвид добрый, великодушный. Я работаю с вашим мужем. Работаете с Дэвидом? Мир тесен. Адель очаровательна. Они оба счастливее со мной, чем друг с другом. Ты сияешь. А как же твоя жена? Это повторяется снова, Дэвид? О чем это ты? Ты понял меня. Мы думаем, что сами управляем своей судьбой. Но она так часто определяется решениями других. Научись управлять своими сновидениями, Луиза. Ты и я. Мы особенные. Ты всегда все знаешь. Но откуда? Однажды начав, кое в чем уже нельзя остановиться. Может, ты сам это устроил? Ты говорил, мы начнем сначала. Ответь на вопрос, пока я не закричала. Я многое вижу. Я вижу, как она тебя боится. Я не сплю. Дэвид не такой, каким ты его считаешь. Смотри на руки. Ты вечно вмешиваешься, не понимая, что тут происходит. Считай пальцы. Спокойся. Соберись. У нас не меньше тараканов, чем у других. Просто мы лучше их скрываем. Продолжение следует...